И с Велносом мы познакомились в Дубае, там Севсен рассказывала в Дубае, я уже поехала о беременной, срок беременности у меня был 6 месяцев вторым ребенком. И задавали Севсену вопросы, можно ли, конечно же, в первую очередь беременным принимать Велнос, деткам маленьким принимать Велнос. Он ответил очень тактично. Все зависит от законодательства вашей страны. Тем не менее, мы в Швеции, детям начинаем давать коктейль с момента отвлечения их от груди матери. Ну и, соответственно, для беременных то же самое, то есть можно все использовать. Поэтому, получив порцию Велнос в Дубае, я сразу же стала исполнить пить эти витамины. И такое было мое удивление, когда родит ребенка, на следующий день ко мне пришла медсестра и говорит, «Вы не поверите, у вас кровь, анализы крови лучшее в отделении, по густоте, по всему». Тогда я не поняла еще, не сопоставила, конечно, была в таком состоянии, что не сопоставила, что это из-за того, что я принимала еще в том числе Омегу. А потом уже мне сказали умные люди, что это, конечно же, именно поэтому. Детям даем Омегу с тех пор, как они научились ее жевать и глотать. Они хотят ее больше, чем жвачки, называют витаминами для ума. И когда я достаю волшебную коробочку, они бегут быстрее, чем конфеты, вы поймете. Ну, а коктейли даем также детям часто. Единственное, что Сикстен сказал, что можно в день одну нервную ложку на 10 килограмм массы ребенка. Такое количество в день, не больше. Но один раз, с удовольствием, короткая коктейля у детей есть. Мы счастливы, что у нас есть такие замечательные продукты, что у нас есть наши дети, что у нас есть такая шикарная команда лидеров и спонсоров в Беларуси. И что в нашей жизни есть телефон. Спасибо. Спасибо, удачи.